МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Кормозаготовка в нашем районе идет полным ходом. Общая площадь кормовых культур 21 тысяча гектаров. Из них более 15 тысяч многолетние травы. В заготовке кормов участвуют 23 кормоуборочных комбайна, 14 самоходных косилок и 95 грузовых автомобилей. Подробности в материале нашего корреспондента Гульнары Сиддиковой. Технология заготовки сена включает в себя скашивание, сгребание волки и прессование сена. В дальнейшем его будут хранить в сенохранилищах. При заготовке сеножа трава скашивается, затем ее трамбуют в специальные наземные траншеи или курганы и вносят необходимые консерванты. Для силоса в основном применяется кукуруза и зеленая масса многолетних и однолетних трав. В текущем году посеяно многолетних трав на площади более 1700 гектаров. Силосных культур посеяно 1920 гектаров, в том числе кукурузы посеяно 1490 гектаров и подсолнечника 690 гектаров. Также однолетних трав посеяно 1500 гектаров. Многолетние кормовые травы, травянистые пассивные растения, продолжительность жизни которых насчитывается не одним годом, выращиваются они на корм скоту. Самые распространенные многолетние травы из злаковых и бобовых трав в нашей зоне это люцерна, клевер, козлятник из злаковых трав, костер безострый, овсяница, тимофеевка. Эти травы во всех хозяйствах у нас имеются. На качество заготавливаемых кормов влияют сроки скашивания трав. Среди передовых хозяйств нашего района общество с ограниченной ответственностью ИТС Агра. Из 400 гектаров многолетних трав скошены уже более 80%. Заготовлено 2000 тонн сынажа. На сегодняшний день по хозяйству ведется работа по кормозаготовке и по обработке химизащиты растения. По поводу кормозаготовки мы в прошлом году специально для кормозаготовки закупили два РСМа. Это кормозаготовительная техника, плюс к ним транспортные тележки ПСП-20, они по 46 кубов, а сегодня мы их осень как бы сильнее используем. И также в этом году закупили балкообразователь, лайнер, класс. И также закупили КПР-9. Это навешивается на полисе, на Гомельскую. И вот как бы в течение двух-трех дней собрали и вышли на поля. При заготовке сынажа используются аналоги бензонной кислоты. Это финский ПРО-2. Он сразу опрыскивается, они установлены бочки на РСМах. Они сразу же при извлечении опрыскиваются на зеленое масло. На траншеи, значит, работают два трактора. Один с бульдозером, другой просто трамбует. По технологии контролируется за техниками, ветеранами-врачами. Поэтому думаю, что качество кормов будет уже как бы лучше. Ежедневно в обществе с ограниченной ответственностью Аграем производится более пяти тонн молока. В хозяйстве освоили технологии кормопроизводства сынажа в упаковке. Для этого используют чешский обмотчик СИМПА. Он позволяет заготавливать высококачественные корма с сохранением всех питательных веществ. Вчера начали кормозаготовку. И, как обычно, начинаем в первую очередь заготовку кормов сынажа в упаковке. В этом году уже использован шестой год. Нам эта технология понравилась. Увидели свои результаты. Качество намного лучше, чем при закладке обычного сынажа. Ну и затраты, само собой, по ГСМ, по времени, намного снизились. Закладки сынажа в упаковку заключаются в том, что изначально косим косилкой типа КПП с плющилкой или КРН 2.1. Затем подвяливаем, ворошим и по мере высыхания начинаем крутить рулоны. Для этого используется пресс-подборщик РБ-15. Плотность прессования у него намного выше, чем обычный ПРФ. И уже подвозят на тракторе, именно на территорию фермы. И здесь уже работает обмотчик. В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Колхоз Восток» большое внимание уделяют обновлению машино-тракторного парка. По программе «Росагролизинга» приобрели 3 единицы техники на сумму более 20 миллионов рублей. В том числе обзавелись оборудованием для заготовки сенажа в упаковке. Неоднократно мы наблюдали за соседями, со своими коллегами, которые занимаются упаковкой сенажа в пленку. И мы тоже решили купить линейный упаковщик сенажа в пленку. Вот для этого был куплен бывший канадский упаковщик. Так как канадский упаковщик, производительность у него большая, и было принято нами решение купить еще один пресс. Всего хозяйством нашего района для успешной зимовки скота предстоит заготовить 11,5 тысяч тонн сена, 48 тысяч тонн сенажа, 46 тысяч тонн силоса. Работа в разгаре. Аграрии стараются не упустить ни минуты времени. Обмануть или взломать банковскую систему безопасности достаточно сложно. Поэтому преступники стараются любыми способами выманить информацию о карте у самого держателя. Для достижения своей цели они используют все доступные ресурсы. Телефоны, интернет-сайты, онлайн-банк, мобильные банки и прочие каналы. Ежедневно злоумышленники изобретают новые способы хищения средств с банковских карт. Предугадать все сценарии развития событий практически невозможно. Однако при соблюдении элементарных мер безопасности любой пользователь сможет предотвратить нанесение ущерба от действий мошенников. Тему продолжит начальник следственного отделения Индира Валиева. Участили случай, что злоумышленникам звонят потерпевшему, представляет сотрудникам службы безопасности Сбербанк России и поясняют о том, что на их счет зачислен кэшбэк. Это возврат денежных средств. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо продиктовать трехзначный номер, на обратной стороне номер банковской карты и код, приходящий по СМС-сообщению. Потерпевшие, полностью доверяя словам неизвестному лицу, диктуют необходимые данные, то есть это номер банковской карты, трехзначный номер, код, который пришел по СМС-сообщению. Злоумышленник, зная данные, которые передал ему потерпевший, входит в личный кабинет Сбербанка онлайн на потерпевшего, оформляет кредит на потерпевшего и в дальнейшем отключается от звонка, и потерпевшего уже, когда понимает о том, что его обманули, заходит либо в ливочный кабинет Сбербанка онлайн, либо запрашивает выписку и видит то, что на него оформлен уже кредит. А кредиты зачастую это довольно-таки большие суммы. Могу разъяснить в том, что затягивание предварительного расследования заключается в том, что звонящие абонентские номера, они зачастую зарегистрированы либо на лиц, которых не существует, либо умерших, либо на лиц, которые вообще фактически не знают о том, что на них зарегистрированы какие-либо номера, либо на старые абонентские какие-то номера, которые ранее были у других лиц, были эти номера. Также банковские счета, они тоже зарегистрированы зачастую не на тех людей, которые к вам звонят. И по результатам полученных ответов, которые мы отправляем в банки, в банки операторов сотовой связи выясняется о том, что либо абонентские номеры, либо счета банковской карты, они зарегистрированы не на территории Республики Машкортостан, то есть на территории, зачастую город Москва, Санкт-Петербург, Архангельской области. Надо быть будительной, не вступать с ними в разговор, потому что эти люди, кто звонит, они все-таки немножко психологи, они уговаривают, убеждают, и потерпевший, он все равно верит. Вечером 10 июня на очередной совместный рейд вышли сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних администрации района. Они проинспектировали территорию городского парка. В этот день в нем было многолюдно, гуляли как родители с малышами, так и дети. Причем многие из них не соблюдали рекомендованный масочный режим. Несколько дней назад в парке запустили фонтан. В такой жаркий день он как магнит притягивает маленьких горожан. Однако купаться здесь запрещено законом, предупреждают специалисты. На дворе наступили жаркие летние деньки. И, наконец, в Янауле запустили фонтан, что является нашей гордостью. Но, к сожалению, есть люди, которые омрачают радость Янауцу. В последнее время участились случаи купания маленьких детей в фонтане. Хотелось бы напомнить родителям, фонтан – это не место для общественного купания и является общественной собственностью. Часто дети падают, подскользнувшись в фонтане, и как следствие могут выбить зубы, сломать руку. И вообще может случиться самое непоправимое, учитывая, из чего сделан фонтан. Итак, хотелось бы обратиться к родителям. Уважаемые родители, не допускайте купания в фонтане ваших детей. Если ваш ребенок будет замечен при купании в фонтане, мы можем вызвать сотрудников полиции, которые составят на вас административный протокол по части 1 статьи 535 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. И в обязательном порядке вы будете поставлены в учет как к нам в Комиссию по делам несовершеннолетних, так и в органы внутренних дел, что никак не скажется положительно на вашей характеристике. Кроме того, при купании в фонтане дети могут повредить и сам фонтан, а здесь уже будут привлечены к ответственности ваши несовершеннолетние дети. По статье 7.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации повреждения чужого имущества. И хотелось бы напомнить, что никто не отменял статью 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации нарушение правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В это время все должны находиться дома и не посещать общественные места, и уж тем более не находиться без средств индивидуальной защиты. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника» с Рустемом Шариповым. Оставайтесь с нами. 12 июня ожидается переменная облачность. Возможно, небольшой дождь. Ветер западный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Нюм плюс 20, плюс 22 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Нюм плюс 22, плюс 27 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Кража, злом, нападение. Это можно предотвратить. Частное охранное предприятие «Шериф Авто». Надежная охрана объектов любого типа и уровня сложности. Проектирование и монтаж систем видеоконтроля и охранно-пожарной сигнализации. «Шериф Авто». Наша работа. Ваше спокойствие. Звоните. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Рустем Шарипов. Здравствуйте! 25 мая с заявлением обратился 34-летний житель Янаула и сообщил, что с его банковской карты неизвестные лица похитили 365 тысяч рублей. Установлено, что на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка и сообщил, что от него поступила заявка на получение кредита. На что потерпевший ответил, что ничего не оформлял. Далее лжесотрудник банка, дабы проверить, нет ли на телефоне вредоносных программ, попросил установить на телефоне программу удаленного доступа. Выполнив все указания мошенника, мужчина не сразу понял, что благодаря современным технологиям буквально за 15 минут на его имя был оформлен кредит. И как только на карту поступила нужная сумма, преступники перевели все деньги на свои банковские карты. Вечером 28 мая на удочку преступников попался 63-летний житель Янаула. Неизвестный мужчина сообщил, что его племянник попал в беду и чтобы вызволить его необходимо скинуть энную сумму денег. Мужчина в растерянности позвонил своей родной сестре и сообщил, что ее сын находится в трудной ситуации. Вместе с братом они сами позвонили преступникам и договорились перевести 30 тысяч рублей. Затем пенсионерка проследовала до ближайшего банкомата, сняла деньги и перевела их к их злоумышленникам. И только после этого она позвонила своему сыну и спросила, как у него дела. На что последний ответил, что все хорошо, он находится на работе и денег он не просил. 2 июня в полицию обратился житель деревни Югомаш и попросил найти того, кто перечислил с его банковской карты 8 тысяч рублей. 5 июня с подобной просьбой к сотрудникам правоохранительных органов обратился житель села Новый Артаул и сообщил, что с всего карты неизвестные лица умыкнули больше 4 тысяч рублей. Если пару лет назад о том, что такое кэшбэк и с чем его едят, знали немногие, то сегодня многие не против получить часть стоимости покупки обратно на карту. В надежде получить свой кэшбэк на удочку преступников попалась 65-летняя жительница улицы Некрасова. Злоумышленники позвонили и сообщили, что у нее накопился кэшбэк, а чтобы получить их необходимо пролетовать номер карты. Что поспешила сделать, так буквально за несколько минут с ее карты пропало свыше 14 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Уважаемые жители Наульского района, будьте бдительны и осторожны. Как правило, мошенники находятся за тысячи километров от места преступления. Вычислить и вернуть деньги практически невозможно. Никогда не сообщайте третьим лицам данные своей карты, тем более секретный код на ее обороте. Это гарантия безопасности ваших сбережений. И самое главное, при любых сомнениях, подозрениях или беспокойстве, при малейшей попытке собеседника узнать пароль или код, немедленно завершите разговор, а затем перезвоните по правильному контактному номеру банка, он обычно указан на обороте банковской карты. 26 мая в дежурную часть города обратился житель села Ямады. Мужчина сообщил, что неизвестные лица проникли на территорию машино-тракторной мастерской и похитили радиатор из автомобиля ЗИЛ-130, стартер и радиатор из трактора Т-150. 3 июня за помощью к сотрудникам полиции обратился директор одного из сельхозприприятий района и сообщил, что неизвестные лица проникли на территорию молочно-товарной фермы и похитили трех телят. Выездом было установлено, что под покровом ночи преступники проникли в помещение путем снятия поликарбоната с оконной рамы. По данному факту проводится проверка. Вечером того же дня в отдел позвонила жительница Янаула. Пенсионерка сообщила, что неизвестные лица проникли в ее садовый домик и похитили угольный самовар. 5 июня в лесопосадке вблизи деревни Кинеева обнаружен похищенный мотоблок, принадлежащий местному жителю. 27 мая за помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница деревни Кумова и сообщила, что ее муж, находясь в нетрезвом состоянии, облил волосы и весь дом бензином. К счастью, в этой истории никто не пострадал. 4 июня поступило сообщение о том, что на третьем километре автодороги Янаул Старый Курдым горит грузовая машина. Выездом было установлено, что горит водовоз марки МАН. Возгорание произошло во время движения автотранспорта. Водитель, 53-летний житель Ижевска, не пострадал. В результате возгорания выгорела кабина автомобиля. Этим же субботним вечером поступило сообщение о возгорании бани в селе Истяг. Несколько часов спустя пожарные расчеты выезжали на улицу Горького. Там также горела баня, пострадавших нет. Спустя три дня, 7 июня, поступило сообщение о том, что на улице Космической села Карманово горит старый дом. Выездом было установлено, что горел бревенчатый дом 1968 года постройки. В ходе разбора завалов был обнаружен обгоревший труп мужчины 1966 года рождения. 27 мая дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Янаул-Вехни-Татышлы. Водитель автомобиля марки Opel Corsa, 32-летняя женщина, не справилась с рулевым управлением и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-99 модели. В результате происшедшего женщина была госпитализирована в хирургическое отделение центральной больницы. Водитель встречного авто также с различными ушибами обратился за помощью к медикам. В этот же день серьезная авария произошла в северной части города. Не доезжая до остановки Первомайская, водитель автомобиля Лада Калина не справился с рулевым управлением и съехал в Кувет. С диагнозом острая закрытая чередно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и различными ушибами он обратился в приемный покой центральной районной больницы. Это все главные происшествия за две минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Семейный финансовый фестиваль в онлайн-режиме. Вы узнаете, как оптимизировать личный и семейный бюджеты, снизить кредитную нагрузку, получить социальную помощь от государства. Участие в фестивале бесплатное. Обязательно предварительная регистрация на сайте 3w familymoneyfest.ru Вопросы отправляйте по почте инфособака familymoneyfest.ru Территориальная избирательная комиссия Иноульского района сообщает о режиме работы в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 5 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов перерыв с 13 до 14 часов. Выходные и праздничные дни с 10 до 14 без перерыва 24 июня с 16 до 20 часов 30 июня с 9 до 14 часов. Участковые избирательные комиссии работают с 16 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов выходные и праздничные дни с 10 до 14. 24, 25, 26 и 29 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. Как будет обеспечена санитарная защита при голосовании? Для охраны вашего здоровья и здоровья ваших близких создаются все необходимые условия. В местах для голосования будут организованы пункт температурного контроля при входе, выдача одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек всем пришедшим голосовать, дезинфекционный коврик, место для дезинфекции рук, специальные линии указателей, что обеспечит соблюдение санитарной дистанции и исключение пересечения участников голосования при движении. Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется на расстоянии в развернутом виде. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию. Принятые меры созданы с заботой о вашем здоровье. Голосовать легко и безопасно. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402.